Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Сядет надолго. В Речице задержали автовора, который параллельно с кражами из авто промышлял продажей и хранением наркотиков. Криминальная история началась в феврале, когда в Реческий РОВД поступило заявление от местного автовладельца о пропаже ключей от ВАЗовской восьмерки и аккумулятора машины. В ходе оперативно-следственных действий сотрудники милиции выяснили, что злоумышленник, похитивший чужое имущество, нигде не работающий 35-летний житель Речицы. У борцов в наркоконтроле была информация, что Речищанин не только совершает автокражи, но еще и промышляет незаконным оборотом наркотиков. И данная информация подтвердилась. В результате обыска в частном домомладении Речищанина на крыше, вернее, даже сказать, на чердаке было обнаружено большое количество растительной травы, стебли высушенные, а также измельченное растительное вещество. Экспертиза показала, что это марихуана. И общий вес изъятого наркотического вещества составил почти 11 килограмм. Материалы проверки в отношении автовора с навыками наркодилера направлены в Реческий следственный комитет для дачи правовой оценки. Неспокойными выдались минувшие выходные для спасателей Гомельской области в оперативных сводках. Пять пожаров унивших жизни двоих человек. Одна из трагедий произошла на территории Садово-Огороднического товарищества «Рабатка» вблизи поселка Цагельно-Гомельского района. В ночь с воскресенья на понедельник в 3.51 спасатели пожарные Гомельского гарнизона выехали по сообщению о пожаре дачного дома. На момент прибытия первых подразделений МЧС на место происшествия строение полыхало открытым пламенем. Спасти хозяйку домовладения, пенсионерку 1939 года рождения, спасатели не успели. Дом сгорел полностью. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили открытое горение дачного дома. В ходе тушения пожара под обломками строительных конструкций был обнаружен труп пенсионерки хозяйки домовладения 1939 года рождения. Причина пожара устанавливается. Проверку проводит следственно-оперативная группа. Пострадавших под колесами машин на дорогах области меньше не становится. С начала года в результате наездов на пешеходов 6 человек погибли, 32 получили травмы различной степени тяжести. Печальную статистику пополнило ДТП в Житковичском районе, в котором пострадал мужчина 1941 года рождения. Примерно около 9 часов вечера водитель, 27-летний молодой человек, управляя автомобилем Volkswagen Passat и, двигаясь по улице Ленинская в агрогородке Вереница Житковичского района, совершил наезд на мужчину, который перетекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. Мужчина с травмами был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.